Спонсорами настоящей программы являются друзья и партнёры Kingdom Connection. Здравствуйте и добро пожаловать на специальный выпуск передачи Kingdom Connection. Я надеюсь, что этот выпуск станет особенным и для вас. На самом деле, я всё думаю о тех временах, когда я был в Израиле, но я получаю больше богословения там, где я нахожусь сейчас. Я у пустыни, в Иудейской пустыне, где Иисус постился 40 дней и 40 ночей. Как церковь мы начали поститься 21 день, и это произошло почти 20 лет назад. Быть здесь сегодня, где постился Иисус, и быть в том окружении, этом суровом окружении, и знать, что Иисус постился, и Он молился. И те, кто из вас присоединился к нам на 21 день поста, оставайтесь с нами. Если вы этого ещё не сделали, то обязательно сделайте после окончания этой программы. Но вы знаете, какие ощущения бывают после поста? Знаете, день, два я постился 10 раз по 21 дню. Строго постился, то есть ничего не ел в течение 21 дня. И я говорю, это не для того, чтобы похвастаться. Я говорю, это чтобы поощрить вас. Это, во-первых, чтобы сказать, что это выполнимо, и что Бог начинает пост и молитву. Но знаете, когда я постился, у меня текла вода из крана, у меня был дома кондиционер, я комфортно спал в своей комнате. Но посмотрите, в каких условиях постился Иисус. 40 дней и 40 ночей, один в пустыне. Не было никого, кто бы развёл для Него ночью огонь, ночью, холодной ночью, днём жарко. Сейчас раннее утро, и мы снимаем передачу, но несколько часов пройдёт, здесь будет почти невыносимо, будет очень жарко. И всё же Иисус, взбираясь по горам, совершенно один начал поститься и молиться. В Евангелии от Матфея, глава 4, присутствует связь между постом и Святым Духом. Глава 4 от Матфея начинается словами, «Тогда Иисус возведён был Духом в пустыню для искушения дьявола. И от постившей 40 дней и 40 ночей напоследок взылкал и приступил к Нему Искуситель. Вот именно здесь Иисус постился и молился 40 дней и 40 ночей». Вы знаете, что Библия говорит о том, что Иисус ждёт, чтобы вы начинали поститься. Вы скажете, «Постойте минуту, откуда вы это взяли?» Это из Евангелия от Марка, глава 2, где последователи Иоанна начинают критиковать последователей Христа. Критиковали и фарисеи, говорили, «Ученики Иоанна постятся, но твои ученики Иисус не постятся». И когда он сделал потрясающее заявление, он сказал, «Пока жених рядом с невестой, им не нужно соблюдать пост». Кстати, вы знаете почему? Вы знаете, что Библия говорит о том, что Иисус ждёт, чтобы вы начали поститься? Вы скажете, «Постойте минуту, откуда вы это взяли?» Это Евангелие от Марка, глава 2, где последователи Иоанна начинают критиковать последователей Христа. Также критиковали и фарисеи, говорили, «Ученики Иоанна постятся, но твои ученики Иисус не постятся». И тогда он сделал потрясающее заявление. И он сказал, «Пока жених рядом с невестой, им не нужно соблюдать пост». Кстати, вы знаете почему? Потому что он постился за них. Он соблюдал пост, когда он был в этой пустыне 40 дней и 40 ночей. Но затем Иисус продолжал и сказал в Евангелии от Марка, глава 2, «Когда жених будет взят, они будут поститься». Кто они? Мои ученики. Тогда они просто могут. Нет, если они так чувствуют, но они будут поститься. Это приглашение. Это не требование. Вам не нужно поститься, чтобы быть спасенным. Единственное, что спасает нас и скупает наши грехи, это кровь Иисуса. Но я убежден, что есть кое-что. То, что освобождает самое лучшее, и оно от Бога. Вот в чем дело. Вы хотите получить лучшее от Бога. Вы хотите просто плыть по течению или хотите только лучшее от Бога. Потому что вы можете жить в посредственности и никогда не по-настоящему не узнать об идеальном плане Бога для вашей жизни. Но если вы познаете волю Божию и получите лучшее от Бога в вашей жизни, тогда вам придется провести некоторое время в молитве и посте. В книге «Деянин», когда они хотели узнать волю Бога, ученики постились. И в Библии говорится, когда они служили, это из «Деянин», я полагаю, глава 13, то, что написано, когда они служили Господу в молитве и посте. Сейчас мы постоянно хотим, чтобы Он служил нам и благословлял нас. Вот почему в начале года мы соблюдаем пост, потому что приходит время нам служить Ему. Сказать «Господи, если ты ищешь на земле людей, которых ты можешь использовать, которые по-настоящему хотят, чтобы ты был первостепенной в их жизни, если ты ищешь на земле людей, которые любят тебя больше, чем деньги, любят тебя больше, чем славу, любят тебя больше, чем что-либо, что может дать мир, то мы хотим быть этими людьми». Пост не ставит вас выше других, пост не делает вас более духовными, чем кого-либо еще. Пост смиряет вас, чтобы вы могли стать тем сосудом, которому Бог прикоснется своим присутствием и наполнится суды елеем. Бог сможет использовать вас. Вы становитесь восприимчивыми к духовному. Однажды я просился и молился, и Господь заговорил со мной. Я, позвольте мне вкратце, рассказать эту историю. Я был евангелистом, моя жена Шерис в то время путешествовала, когда мы еще бы не были пасторами. Мы переезжали от церкви к церкви, проповедуя пробуждение, и я почувствовал, как в душе меня что-то поталкивало к соблюдению поста. По договоренности у меня была назначена проповедь в церкви, которая называлась Free Chapel. Пастор служил в ней 30 чем-то лет, его звали Рой Уэлборн, и он записал меня на проповедь за 12 месяцев вперед. Я покажу вам, как сила поста может творить чудеса в нашей жизни. Я был совсем молодым, примерно 20, думаю, что мне было 27-28 лет. Я постился, я знал, понимаете, я чувствовал, что в моей жизни вот-вот произойдут изменения, но я не знал, что именно. Я чувствовал, что Господь подталкивает меня. Понимаете, Бог не может принуждать вас поститься, но Он будет подталкивать вас. Он будет просто, ну так, как я с вами сейчас разговариваю. И вы хотите переключить канал, но не можете. Это легкое подталкивание Святого Духа. На самом деле, это приглашение Святого Духа. Он скажет, давай, давай, выходи, у меня для тебя в этом году что-то есть. У меня есть планы для тебя, говорит Господь. Планы добра, не зла, дать тебе надежду, дать тебе будущее, но следуй за мной. Кто-то скажет, что же, если Бог собирается это сделать? Он это сделает. Тогда почему Он говорит, постучи в дверь, и она откроется? Почему Он говорит, попроси, и ты получишь? Почему Он говорит, ищи, найдешь? Если бы все это падало с небес, тогда почему Он говорит это? Вот что я думаю. Поэтому я соблюдаю пост и молюсь. И тот пастор записал меня навстречу за год вперед в конкретное воскресенье. У него обнаружили лейкомию за две недели до того, как он меня записал, и он умер в пятницу перед тем воскресеньем, когда я должен быть на проповеди у них. Их пастор, который служил 30 лет, умер. Он умер в пятницу. Он записал меня, чтобы я пришел в церковь в воскресенье. Я позвонил руководителю и сказал, что не очень удобно себя чувствую, ведь это его похороны. В тот день были похороны. Это был их пастор. Его хоронили. Его любили. Он был авторитетом для тех всех людей. И они сказали, нет, мы хотим, чтобы вы пришли. Теперь смотрите, я постился, я постился за это служение, потому что я знал, там будут люди, чей пастор умер, и у них будут разбиты сердца. И когда я встал за кафедру, у меня она все еще где-то есть на конверте. Бог мне дал три вещи, которые нужно проповедовать всем людям из книги пророка Исаии, что превратить их в горе, в радость и так далее. И я передавал им эти три послания. Как только я закончил свою проповедь, они везли гроб пастора. И я сидел там, и меня охватывало очень странное чувство. Я слышал Господа в душе. Это не был слышимый голос, но в душе он сказал, что эти люди, как овцы, у которых нет пастуха. Сейчас я говорю о восприимчивости к Святому Духу. Когда вы поститесь, вы восприимчивы к голосу Бога и к указаниям Его, к силе Святого Духа, чего нет, если вы не поститесь и не молитесь. Вот все это так просто. Несколько недель спустя из совета этой церкви позвонили мне и сказали, не хочу ли я быть их пастыром. И я сказал, нет. На самом деле я сразу же сказал, нет, хотя это большая честь для меня, но мне это неинтересно. Они позвонили мне снова через несколько недель и спросили, подумал ли я, и Господь говорил со мной и сказал, постись об этом. Постись об этом. Я продолжал поститься, и я могу взять вас в местечко в Талсе, Оклахома. Я испытывал там пробуждение, я постился целый день. Я вышел на улицу, я шел и молился, и я говорю вам, на меня удивительным образом нашло присутствие Бога. И я знал, знал, что я должен был прийти в церковь Фри Чейпл 12 с лишним лет назад. Я вернулся домой. Я опустился со слезами на колени. Моя жена спросила, что со мной? Шерис сказал, я Господь говорил со мной. Она сказала, Господь говорил и со мной. Я на 100% согласна. И вот 20 лет назад мы остановились в этой церкви, которая называется Фри Чейпл. Остальную историю вы знаете. Тысячи и тысячи людей получили спасение, и я говорю, это во славу Бога. Это все Он, но я, возможно, пропустил бы это чудо в своей жизни, если бы я не постился, не молился. Поверьте мне. Только представьте, что вы упустите в этом году, потому что вы не ищете Бога. И это еще раз, это приглашение, это приглашает Бог. Если ты приближаешься ко мне, я приближусь к тебе. Если ты пойдешь за мной, я пойду за тобой. Если хочешь, сделай что-то, говорит Бог. И я сделаю что-то для тебя. В Евангелии от Марка, глава 2, Он говорит, Бог говорит, что когда жениха уведут, тогда они будут поститься. Вы хотите большего от Бога? Вы хотите, чтобы в вашем доме произошло чудо? Вам нужно, чтобы Бог сделал больше, чем просто сознание того, что Он уже на небесах? Он на небесах, а вы поститесь. Вам нужно, чтобы Он проявил свою силу в вашей жизни? Вам нужен прорыв в вашей жизни? Вам нужно, чтобы Бог обеспечил вас удивительной финансовой ситуацией? Знаете, мы построили здание на более чем 40 миллионов долларов за последние 14 лет. И у нас не было ни копейки из этой суммы. И я скажу вам, почему так, кроме того, что мы постились и молились Богу, и слушали Бога. Вот ключ. Если Бог направляет, Он дает. Если Бог говорит вам сделать что-то, и вы слышите, как Он говорит вам это, то будет источник. И вам не нужно быть мошенником. Вам не нужно делать глупости в жизни вашей, которые обесчищивают тело Христа. Я хочу призвать всех пасторов и всех молодых пасторов к целостному служению. Пост и молитва принесут ресурсы. Нам не нужно просить людей о чем бы то это ни было. И если церковь будет поститься и молиться, Бог даст деньги. У нас есть эти замечательные здания, которые предоставил нам Бог. 150 акров в Джорджии, потом великолепный кампус в Оранж-Каунти. Бог сверхъестественной силой предоставил все это, и мы не должны ни одному человеку ничего. Почему так? Потому что, когда вы поститесь и молитесь, сказал Он в книге пророка Иоиля, когда они голодали, у них не было достаточной еды. Он сказал объявить пост. Трубите трубою на Сионе. Он сказал, давайте поститься и посмотрим, что нам даст Бог. И когда они начали молиться и поститься, говорится в Библии, их амбары были переполнены. Бог сказал, я восстановлю все годы. Ух ты, спасибо, Иисус. Я восстановлю годы. Когда это произошло? С чем это было связано? Это было связано с постом. Когда вы поститесь, Бог освобождает, восстановление дает вам. Я восстановлю все годы, которые пропали из-за саранчи и плодового червя. Происходят три вещи, когда вы поститесь. Бог воздает по вашим делам. В послании к евреям, глава 11, сказано, Он вознаграждает ищущих Его. Бог спускает восстановление. В книге пророка Иоиля сказано, я восстановлю это. Это было напрямую связано с постом. Я восстановлю все годы. Возможно, прошлый год был худшим из всех. Может быть, в экономике, может быть, с зданием или недвижимостью. И весь ад разверся, пока наша экономика бурится с проблемами. Но Бог говорит, я знаю, как все восстановить. Возможно, вас отстранили от работы. Может быть, вас уволили. Может быть, что-то ужасное, несправедливое произошло с вами. Может быть, вас кто-то ограбил. Бог сказал, я восстановлю то, что отобрало саранча и плодовый червь. Когда люди молятся, я кормилец их. Человек ваш не кормилец. Вам начальник не кормилец. Ваша компания не кормилец. Бог мой кормилец. Я говорю вам, я спокоен об этом. Чтобы не случилось, Бог защитит меня. Он воздает нам, когда мы постимся, согласно посланию к евреям 11. Он освобождает восстановление. Разве это не замечательно знать, что Он может восстановить, Он может воздать? Я расскажу вам, что я ценю в Святом Духе. Он не только восстановит и не только воздаст, но Он способен дать гораздо больше того, что вы просите или о чем даже думаете. Когда вы молитесь и поститесь, верьте в то, что Бог может восстановить. Он может восстановить годы, потерянные из-за саранчи и плодового червя. Я кое-что выписал. Я чувствую, что должен сказать вам это и поделиться с вами. Однажды Господь говорил с моим сердцем и сказал, «Я продвину твое миссионерство на 10 лет, потому что ты искал меня на 21-й день поста». Я думал, что это крайне странно. И снова здесь есть связь с Иисусом, который в пустыне постился, молился и был восприимчив и услышал голос Святого Духа. Однажды, когда я был на 21-м дне, поста Господь сказал, «Я продвинул твое служение на 10 лет». Другими словами, то, что занято было десятки лет, я сделаю за несколько месяцев. Я честно могу признаться, что, когда я смотрю назад на свою жизнь, мне сейчас 48, у меня не было служения без долгов. Я был не там, где я сейчас, не занимался бы тем, чем сейчас. И даже в молодости Бог ставил меня в такие ситуации, и я скромно об этом говорю. Я говорю это, чтобы поощрить кого-то на действия. Он заставлял меня проповедовать на конференциях и конвенциях, где я был всегда моложе всех, там были и другие состоявшиеся, авторитетные люди, среди которых я чувствовал себя недостойным. Я чувствовал, что недостоин завязывать им шнурки, но Бог вас продвинет. Он сказал мне, «Я продвину тебя на 10 лет вперед из-за твоего послушания во время поста и молитвы». И я говорю, что есть вещи, которые с вами произойдут, когда вы пуститесь, когда вы молитесь. И когда я думаю об Иисусе, я постил в пустыне 40 дней, 40 ночей за меня и за вас. Это трогает мое сердце. И я хочу призвать вас, если вы еще не являетесь частью этого поста. В один год наш сайт посетило буквально 7 миллионов людей, которые постились и молились. И я говорю вам, что сейчас меня смотрят и постят со мной сотни и сотни тысяч людей, когда мы объединимся вместе. Неважно, где вы находитесь, Южная Африка, Южная Америка, наши друзья в Канаде, в Среднем Востоке, в России, повсюду, где идет телевидение и это вещание. Присоединяйтесь к нам во время этого поста. Вы хотите, чтобы Бог сделал движение? Вам нужно чудо вашей жизни? Вам нужен Бог? Вы хотите Его слышать голос? Вы хотите быть ведомым? Вам нужно чудесное благо? Я помню одно время, когда на 21 день поста наше служение получило прожертвование в 1 миллион долларов. Когда я постился, молился, вторую неделю поста вошел мужчина и сказал, Бог говорил со мной и сказал посеять 1 миллион долларов, чтобы помочь вам построить эту церковь. Во время этого же поста пришел другой человек и сказал, Бог говорил со мной и сказал, выписать чек на 1 миллион долларов, чтобы помочь вам построить эту церковь, которую Бог велел вам построить. И так каждый раз в течение многих лет это и есть сверхъестественные чудеса, которые происходят, когда люди молятся и постятся. Вам нужно чудо вашей церкви, вашему бизнесу нужно чудо. Вашим детям нужно чудо избавления. В Евангелии от Марка глава 9 сказано, не может выйти иначе, как от молитвы и поста. В Евангелии от Марка глава 9 рассказывается об отце, у которого был сын, охваченный бесовскими духами. И вы можете говорить, что хотите, но наркотики, алкоголизм, если вы сталкиваетесь с этим в самой наихудшей форме, только бес может заставить кого-то сделать это со своей жизнью. Но есть сила, которая может это разрушить, когда мы постимся и молимся. Бог привносит в наши жизни и церкви, наши дома сверхъестественную силу. Завершая сегодня, я хочу помолиться за вас. Я хочу помолиться за вас прямо с этого места, где молился и постился Иисус. И я хочу помолиться, чтобы Бог воздал вам в этом году сверхъестественным образом, чтобы Бог избавил всех в вашей семье, кто угнетен дьяволом, чтобы Бог исцелил и освободил. Но самое главное — это то, что я чувствую сердцем, чтобы пришла восприимчивость Святого Духа в вашу жизнь, Его голоса, чтобы вы познали сердцем и нашли волю Бога для вашей жизни в этом году. Это очень важный год. Как и в том году, если бы я не молился, не постился, я бы прошел мимо возможности прийти в церковь Фричейпл в Гейнессвилле, штат Джорджия. Но так как я постился и молился, я был готов воспринимать. Я услышал в своей душе Бога, который сказал «Иди». И только благодаря этому, одному шагу, Бог привел меня к тому, что я имею, ко всему миру. Я говорю вам, у Него есть такие шаги для вас, шаги праведного человека, назначенные Господом. В вашей судьбе есть новые шаги, которые появятся в этом году, когда вы будете поститься и молиться. Отец, с этого места, благословенного места, этой святой земли, особенно в горах, которые располагаются где-то сзади меня, где ты постился и молился. И сегодня я прошу Божия за всех, кто смотрит сейчас эту передачу. Освободи и дай чудесное благо, дай избавление угнетенным, и освободи от всякой зависимости во имя Иисуса. Укажи путь Святого Духа каждому. Голос Господа дай слышать каждому. Дай принимать правильные решения в жизни. Дай волю Господа в жизни каждого смотрящего и молящегося. Я молюсь во имя Иисуса. Во имя Иисуса прошу тебя. В завершение я хочу поблагодарить вас за то, что вы стояли вместе с нами и молились, и соблюдали пост. И не забывайте, вы можете посетить наш веб-сайт и найти еще больше материала. Может быть, вы не знаете много о посте, и в чем сила и смысл поста. С помощью знаний вы разрушите это незнание о посте. Существуют разные посты. Вы можете узнать всю эту информацию, просто зайти на наш сайт. У меня есть книги, у меня есть материал для вас, у меня есть все, что вам нужно. Следующий 21 день или столько, сколько вы хотите. Я буду вашим наставником по вопросам поста. Каждый день вы можете зайти, и каждый день я приду к вам с этой святой земли, вдохновляя вас к посту. Поэтому я говорю вам, мы вас защитили, вы не будете одни. И это очень вдохновляет, когда вы знаете, что вы не одни. Эта программа была создана для вас друзьями и партнерами Джентезен Франклин Министерс. Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите наш сайт ДжентезенФранклин.орг